Мобильные телефоны практически всегда имели дополнительные функции, такие как калькулятор, часы и календарь. А со временем стали появляться все более изощренные интеллектуальные модели, для которых ввели термин «смартфон». И хотя границы между обычными сотовыми телефонами и смартфонами все больше стираются, именно умный телефон завоевывает все большую популярность в стране. Ему отдают предпочтение 45% мобильных пользователей. Как показал социологический опрос, проведенный фирмой рыночных исследований, 33% применяют смартфоны в спортивных целях, 64% фотографии и 74% для навигации. 79% респондентов сообщили, что дают свой телефон детям, так как там есть интересующие ребенка функции. Смартфоны — это растущий на эстонском рынке тренд. Такими телефонами пользуются различные возрастные категории, хотя, конечно, предпочтение отдают им в большей степени молодые люди. Однако мы выяснили и те факторы, которые больше всего разочаровывают пользователей. Чаще всего владельцы смартфонов жалуются на то, что батарея быстро разряжается и скорость передачи данных оставляет желать лучшего. Ну и, конечно, многие недовольны возможностями фотокамер, встроенных в телефон. Всего 32% респондентов полностью удовлетворены продолжительностью работы аккумулятора. 35% влагостойкостью, 47% скоростью передачи данных и 52% качеством разрешения фотографии. 85% хозяев умного телефона используют его для передачи данных. 53% из них считают эти функции крайне важными. Опрос также показал, что больше всего респондентов удовлетворены дизайном, качеством картинки на экране и удобством в пользовании. Пожалуй, главным трендом в мире электроники сейчас становится размер экрана. Это касается как мобильных телефонов, так и, скажем, телевизоров. Кроме того, на рынок выходят абсолютно новые технологии, к примеру, умные часы, которые имеют много различных функций и пригодятся в повседневной жизни. По словам Эрика Эллома, Эстония занимает среднюю строчку по количеству пользователей современных технологий. Статистика показывает, что 70% продаваемых у нас в стране телефонов — это смартфоны. В этом показателе мы немножко опережаем Литву, но тем не менее не догоняем страны Скандинавии. Сергей Дедыкин, Вячеслав Скалецкий, Первый Балтийский канал.